Дачные воришки вышли на охоту. В Тарбогатайском районе задержали любителя металлолома. Владимир Путин поручил обеспечить вывоз угля из Бурятии. Главное за день. Дежавю на трассе Байкал, муйские друзья Оушена и богатыри в Улан-Удэ. Утром особенно на работу едешь, все. Мест нет. Да, и мест нет, и его ждать замучаешься, долго ждешь. 54 из 100. Рейтинг Улан-Удэ по общественному транспорту среди городов России. Главное, что наше здание, оно будет пятиэтажным. Заложили первый камень Национального музея Бурятии. Он появится через два года. На Селингинском ЦКК произошло ЧП. Здравствуйте, вы смотрите новости на ТВ в студии Дарья Белева. Сегодня утром четыре работника комбината получили ожоги первой степени во время ремонта насоса для перекачки целлюлозы. При вскрытии устройства на мужчин под давлением вылилась горячая масса. Жидкость попала на открытые участки тела, в том числе и на лица. По предварительной версии, насос вышел из строя накануне ночью. Будет дана оценка соблюдения должностной медицинской организации законодательства об охране труда и правовышленной безопасности. При наличии оснований прокуратуры района будет приняты меры подносского реагирования. Троих пострадавших было принято решение отправить в республиканскую больницу имени Семашко города Улан-Удэ для консультации и осмотра специалистами. Один госпитализирован в Кабанскую ЦРБ. Сейчас состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Напомню, два года назад на предприятии погибли пятеро сотрудников. Они вошли в помещение, наполненное сероводородом. Его концентрация превышала норму почти в тысячу раз. Трагедии можно было избежать при своевременном опорожнении очистных сооружений. К другим темам. Когда же будет свет на наших улицах? С таким вопросом обратились жители Прибайкальского района к райадминистрации. Проблемы с освещением есть сразу в нескольких селах. Нестерова, Турунтаева, Татаурова и Горячинск. Здравствуйте. Уже не раз писала про отсутствие уличного освещения на улицах Юбилейная, Гагарина, Трудовая в селе Турунтаево. Ответа так и не получила. Такая ситуация повторяется из года в год. Добрый день. Почему в селе Горячинск по улице Рабочее освещение горит выборочно через 2-3 столба? Хотелось бы узнать, когда в селе Нестерова будут светить перегоревшие уличные фонари? И это далеко не все жалобы от местных жителей. Пролили свет на ситуацию в администрации Прибайкальского района. Оказалось, исправить все неполадки невозможно из-за дефицита бюджета. Фонари уличного освещения не отключаются по каким-либо причинам, кроме технических неисправностей. В целях развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Прибайкальского района сформирована бюджетная заявка в правительство Бурятии. Сейчас разрабатывается программа ремонтно-восстановительных работ. Они начнутся с 1 марта этого года и продлятся до конца сентября. В продолжение темы проблем с электричеством. Читайнергосбыт заплатил за бездействие. В марте прошлого года жители села Барат и Селингинского района сутки провели без света. Сильный ветер, по мнению энергетиков, не позволил им вовремя провести ремонтные работы. В мае Гостройжелнадзор оштрафовал ресурсников на 5000 рублей. Те попытались оспорить штраф в арбитражном суде. Аргумент – приказ Минтруда, где запрещено проводить свесотные работы при ветре от 15 метров в секунду. Вырезать правила из контекста для оправдания бездействия недопустимо. Поставщик ресурсов всегда несет ответственность за нарушение прав потребителя. Дело рассматривали почти год. В итоге суд оставил наказание в силе. Дачные воры вышли на охоту. По статистике, больше всего грабежей в частном секторе случается зимой. Когда дачники возвращаются в свои городские квартиры, в игру вступают домушники. В начале года в одном из ДНТ Бурятии объявился тихий грабитель. Тему продолжит Алина Котова. Близится весна. Вместе с ней и дачный сезон. Правда, вернувшись на участки, некоторые дачники могут не досчитаться своего имущества. Все потому, что осенний-зимний сезон в ДНТ и СНТ – раздолье для домушников. Серия «Краш» произошла в январе в одном из ДНТ Торбогатайского района. 51-летний местный житель одолжил у знакомых болгарку и электролобзик. Однако вернуть забыл и продал инструменты на городском рынке. Спустя пару недель этот же мужчина орудовал в строящемся доме в том же ДНТ. Несколько дней он выносил автомобильные ключи, крепления для перевозки лыж и стройинструменты. При очередной такой вылазке подозреваемого заметили соседи, владельцев дома. Потерпевшие, как оказалось, проживали в небольшом домике на том же участке, где проходило строительство. Но в момент хищения находились на работе. После сообщения очевидцев о том, что по их участку бродит неизвестный, они выехали на место и совместными усилиями настигли и задержали его. Тихий грабитель сдавал весь свой улов в ломбард за бесценок. Известно, мужчина ранее был судим, а в последние годы нигде не работал и проживал с родителями. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Лема лазит по домам, нет? Ну, когда строились, было такое. Неохраняемое было это все. И что выносили? Строительный материал в основном. Кто-то в Айбере писали, что лазит. Это вот недавно, да? Ну, где-то осенью, наверное. Ну и боюсь, что стоишь дома, чтобы не залезли. Понятно, что каждую весну лазят. Летний вариант. Летники уезжали и, получается, все выносили. А сейчас уже более-менее стал, потому что везде камеры. По данным российских страховых компаний, количество краж зимой прошлого года выросло на 40%. Однако предпочтения грабителей изменились. Раньше громили домики и выносили все, что попадалось на глаза. Теперь же незваных гостей интересуют прежде всего металлические изделия, стройматериалы и садовая техника. Сигнализация и системы видеонаблюдения по-прежнему остаются самым верным способом защитить свою фазенду. Установка уличной камеры выйдет в среднем в 7-8 тысяч рублей. Полный комплект сигнализации с датчиками движения и открытия дверей обойдется уже в 20-25 тысяч рублей. Существуют и премиум-наборы. Их стоимость доходит до 40 тысяч. А вот ежемесячное обслуживание у охранного предприятия оценивается от 1 тысячи рублей. Президент России поручил председателю правительства и его заму обеспечить вывоз угля из регионов Сибири. Связано это с санкциями и увеличением грузопотока в Азию. Об этом сообщили на заседании правительства Кузбасса. Именно на Кемеровскую область приходится больше половины экспорта угля. В прошлом году там не смогли выполнить план по вывозу. В конце 2023-го РЖД заключили соглашение с регионами о транспортировке 100 миллионов тонн угля. Из Бурятии планируют экспортировать 8,5 миллионов тонн. Соответственно, увеличение квот на экспорт угля позволит динамично развиваться предприятию, позволит увеличить количество добываемого угля и, соответственно, количество поступаемых налогов в республику. Благодаря усилиям главы Республики Бурятии и правительства Российской Федерации эти квоты нам были увеличены. За прошлый год общий объем налогов Тугнуйского разреза в бюджет Бурятии составил более 6 миллиардов рублей. Это около 5% от доходов республиканского бюджета. Отметим, предприятие входит в тройку крупнейших разрезов России. В основном компания поставляет уголь в Китай, Японию и Южную Корею. Через 6 лет на Байкале туристов станет вдвое больше. Такие прогнозы прозвучали на форуме «Сильные идеи для нового времени». Туристов обещают заманивать не только природой, но и хорошими дорогами, удобным трансфером и отремонтированными культурными объектами. В первую очередь ожидают гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края. Но пока это только идея. Сможет ли Байкал принять столько отдыхающих – вопрос открытый. О других немаловажных событиях расскажет Александр Зуев главным за день. Начнем со сводки ДТП. Дежавю по-кабански произошло на трассе Байкал. Накануне там случилось сразу две аварии с участием большегрузов. Водитель фуры не выдержал дистанцию и столкнулся с внедорожником «Лэнд Ровер». Сотрудникам ГИБДД пришлось вести реверсивное движение сначала днем, а потом и вечером, когда другой дальнобойщик частично выехал навстречку и столкнулся с самосвалом. В обоих случаях пострадавших нет. За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 20 аварий, задержаны 14 пьяных водителей. Трое молодых людей обчистили пункт выдачи заказов в Муйском районе. Один из злоумышленников – бывший сотрудник ПВЗ, поэтому знал, где камеры и как отключить электропитание. По классике жанра компания отправилась на дело под шофе. Мужчины проникли в помещение и набрали две коробки чужих заказов. Вот только мойские друзья Оушена совершили роковую ошибку. Они отключили электричество не в ПВЗ, а в гостинице на втором этаже, поэтому их лица попали на камеры. Ущерб от кражи составил почти 40 тысяч рублей. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Волокита с документами остается в прошлом. Теперь выписку из ЕГРН можно заказать на госуслугах, не выходя из дома. Ее могут получить только собственники объектов недвижимости. Электронная выписка имеет ту же силу, что и бумажный вариант. Ее можно распечатать и заверить прямо в МФЦ. Для этого понадобится только паспорт и номер заявления из госуслуг. Первый богатырь совсем скоро прибудет в Улан-Удэ. Его уже успели откатать, упаковать и отправить из Питера в столицу Бурятии. Предварительно известно, новые трамваи будут курсировать по самым загруженным маршрутам города. Это двухсекционные трамваи модели «Богатырь». Вместимости они больше на 30%, чем обычный вагон. Но концептуально, технически и внешне они ничем не отличаются от ребят. Разве что длиннее. Бурятская модель выступит на конкурсе красоты «Миссис Россия». В ежегодном мероприятии соревнуются замужние женщины от 22 до 43 лет. Важное условие – иметь хотя бы одного ребенка. Наталья Дашиева известна своим участием в фотосессии для бренда «Анфисы Чеховой», которая, напомню, три года назад не тактично высказалась по отношению к бурятским женщинам. И он мне литр этой георолочки как туда вкачал, и я просто стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла на себя смотреть в зеркало. Наталья на предстоящем конкурсе будет представлять Иркутск. Несколько лет назад в интервью для «Информполиса» девушка заявила, участвует в конкурсах ради продвижения бурятской национальности. Пожелаем красавице удачи! Далее короткая реклама. Не переключайтесь во второй части выпуска. Вы увидите. Утром особенно на работу едешь, все. Мест нет. Да, и мест нет, и его ждать замучаешься. Долго ждешь. 54 из 100 – рейтинг «Улан-Удэ» по общественному транспорту среди городов России. Главное, что наше здание, оно будет пятиэтажным. Заложили первый камень Национального музея Бурятии. Он появится через два года. В «Оптике СССР» скидки до 100% на все. На правые солнцезащитные очки и линзы. Выберите очки из всего ассортимента. Выгодно и приятно. Скидки до 100% в «Оптике СССР». Столица Бурятии продолжает попадать под раздачу российских рейтингов. В этот раз по качеству общественного транспорта. Результат – в городе не все так плохо. «Улан-Удэ» оказался в середине списка. Оценивали 100 городов плюс Москву и Санкт-Петербург. Рейтинг составляли по данным на конец третьего квартала прошлого года. Из 100 баллов столица Бурятии набрала 54, что больше, чем у соседних регионов. В «Улан-Удэ» высокие показатели набрали ценовая и физическая доступность, а также функциональность транспортной сети. Хуже оценили комфорт, удобство и развитие. Что думаете об общественном транспорте «Улан-Удэ»? Отлично. По умному транспорту ездим, смотрим постоянно. Но когда надо, тогда выходим. Умный транспорт – это приложение? Да, приложение. Я живу в центре, как раз все автобусы проходят, все прекрасно. Когда надо, можешь не уехать. Это особенно после 8 часов бывает проблема, 9 часов, не знаю. Я не знаю, цены, мне кажется, высокие. Бывает холодно. Вообще холодные микрики. А если водителю говорить претензии? А толку? Он говорит, у меня либо печка не работает, либо ждите. Если муниципальный автобус, нету проблем, ну, конечно, за. Ну, а если такой вот, ну, мик-микрики, то тоже вызывают некоторые вопросы. Ну, например, там толкучка постоянно, народу много. Утром особенно на работу едешь, все. Мест нет. Да, и мест нет, и его ждать замучаешься, долго ждешь. И терминалов отсутствует, и не вешают эти номера свои, телефонов для перевода. Вот в этом вот проблема, я думаю. По сравнению с прошлогодним рейтингом, столица Бурятии поднялась сразу на 19 позиций. Напомним, в середине января мэрия анонсировала появление новых трамваев. Скоро с ольвятами будут курсировать богатыри. Двухсекционные вагоны на 193 места. Новый национальный музей Бурятии в виде лотоса появится через два года. Сегодня на месте будущего хранилища истории и культуры Бурятии заложили первый камень. Дорси Беданов с подробностями. Место для здания национального музея Бурятии выбрали очень живописное. Расположится он недалеко от точки, где соединяются Уда и Селенга. Его площадь составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Это примерно два стадиона по рекомендациям ФИФА. Построить его должны за два года. С легкой руки главы мэра и сотрудников музея сегодня заложили первый камень. Внутри – священный сосуд. Дар хозяевам земли, чтобы задобрить местных духов. Я чувствую, конечно же, радость и приобщение такое к великой истории, к строительству такого значительного, важного здания, визитной карточки. И это, конечно же, я чувствую себя гордой за нашу республику, за то, что у нас теперь есть такое здание. Помимо благоустройства территории, здесь появится автостоянка для посетителей, площадка для отдыха и открытый амфитеатр. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше предложение о строительстве национального музея. Что оно вошло в мастер-план развития города ЛНД. Что на него выделены деньги, уже профинансировано более миллиарда рублей. И в последующем, в рамках президентской мероприятий поддержки по дальневосточной концессии, мы будем финансировать всю стройку. Общая стоимость – 3,7 миллиарда рублей. Почти половина – деньги из федерального бюджета в виде гранта. Остальное – дальневосточная концессия по линии Минвостокразвития. Хотелось бы сказать, что место выбрано интересное. Отсюда видно практически все храмы города Улан-Удэ и Тацан на Лысой горе. Это будет замечательное место, куда будут притягиваться, во-первых, наши туристы. А самое главное – сделается жизнь комфортнее наших горожан. А это наша самая главная задача. О строительстве нового здания заговорили 11 лет назад. Тогда музей истории имени Хангалова, художественный музей имени Сампилова, музей природы Бурятии, а впоследствии и Новоселингинский музей декабристов объединили в единый национальный музей. Изначально здание планировали разместить на Верхней Березовке. Главное, что наше здание будет пятиэтажным и на четвертый этаж мы выносим все фонда хранилища и реставрационные мастерские. То есть в любом случае мы понимаем, что безопасность предметов прежде всего. До Нового года по восточному календарю остались считанные дни. 10 февраля в Улан-Удэ отпразднуют Сагалган. Куда сходить и как весело провести ближайшие выходные, расскажет Антон Симонов. Подготовка к празднованию Белого месяца начнется уже 8 февраля. Обряды Дугжуба пройдут во всех районах Улан-Удэ. В Датсанах на Верхней Березовке и микрорайонах Лысая гора и Старый Зеленый. Всего подготовили 14 мест. По 4 в Железнодорожном и Советском и 6 в Октябрьском районах. Все эти места были согласованы с представителями Датсанов, где они располагаются. Есть некоторые коррективы в плане близости и расположения к иным объектам. Мы рекомендовали Датсанам провести костры наименьшего количества и объема. В комитете добавили, на территории Верхней Березовки подготовили проезд и парковку к Датсану. Проводить обряд начнут в 6 вечера после молебна. Список мест и время проведения подробнее смотрите в наших соцсетях. Сам Сагалган придет с первыми лучами солнца. Молебен за благополучие верующих в наступающем году состоится в Иволгинском Датсане в 6 утра 10. Праздничные мероприятия начнутся также 10 февраля в субботу. С часу дня в ФСК стартует выставка-ярмарка мастеров Бурятии. Также откроются интерактивные площадки и мастер-классы для гостей. В том числе и подведение итогов конкурса по юролам, который проводит у нас Республиканский Центр Народного Творчества. Этот конкурс очень популярен среди народа. Участвует там до 300-400 человек. А уже с 14.30 зал ФСК откроет свои двери для торжественного концерта. В этом году он посвящен семейным ценностям. Продлится 2 часа. Купить билеты можно на месте. Количество ограничено. Возрастное ограничение – 0+. Мы вас ждем на этот праздник в традиционных национальных костюмах. И в русских, в бурятских, в татарских. В общем, приходите. Среди тех, кто придет со своими семьями в костюмах своей народности, среди них будут разыгрываться вкусные призы. А уже в 16 часов в парке «Юбилейный» пройдет общегородское празднование Белого месяца. Для самых маленьких проведут этноквест «Дикие гонки». Дети смогут познакомиться с национальными бурятскими играми и даже пострелять из лука. Для гостей постарше на главной сцене организуют турнир по разбиванию хребтовой кости среди мужчин и женщин. На этом празднование не заканчивается. Перед зрителями выступят творческие коллективы города. Завершится концертная программа «Огненным шоу». Вход свободный, возрастное ограничение – 0+. Отметят Новый год по восточному календарю и в этнографическом музее народов Забайкалья. Празднование пройдет 10 февраля с 13 до 16 часов. Посетители смогут не только посмотреть концертную программу с «Белым старцем», но и станцевать йохар. Для детей до 7 лет и гостей в полном национальном костюме – вход свободный. Возрастное ограничение – 0+. АТВ снова дарит билеты. Большой розыгрыш празднику Белого месяца, открытки на льду Байкала, Саган-Убген в этнографическом музее и Лыжня России. Где посагалить в этом году, расскажет мой коллега Кирилл Мешков в еженедельной рубрике «Афиша». Друзья, всем привет! Это «Афиша» на АТВ. Сегодня рассказываю, куда сходить со всей семьей в праздник Белого месяца. С вами Кирилл Мешков. Поехали! Начнем со спорта. Лыжня России пройдет в Бурятии с недельным опозданием. 10 февраля вся страна встанет на лыжи, а мы встречаем с Агалгом. Поэтому палки в руки будем брать неделю спустя, 17 февраля. Участников забега ждут в лагере «Зорька». Регистрация начнется в 10 утра. Победителей ждет слава, почет и кубки от Министерства спорта. Также организаторы предусмотрели горячие напитки и выпечку. Возрастное ограничение – 0+. Раз уж мы упомянули Белый месяц. Антон Симонов сегодня уже рассказывал об этнографическом музее. Но у нас припасены 4 билета, которые мы подарим зрителям. Старт розыгрыша в пятницу. Следите за нашими соцсетями. И может быть в этом году с Агалгом вы отметитесь семьей в этнографическом. Давайте притворимся гадалками и посмотрим в будущее. Вижу, вас ждет большой праздник. И кажется, даже знаю какой. Билеты на самый крупный опен-эйр всего Зауралья уже в продаже. В этом году голос кочевников будет 12 и 13 июля. Сейчас цена билета от 1000 рублей. И с приближением лета она будет расти. Успевайте, пока все не разобрали. Билеты можно купить по QR-коду на экране. Возрастное ограничение – 6+. Для любителей народной музыки у нас тоже есть подарок. Два билета на концерт русского оркестра в ЗГИК за Байкалием. Вас ждет яркая игра дуэта на балалайках. Концерт пройдет в КТЦ «Феникс» с начала в 18.30. Возрастное ограничение – 6+. Плавно переходим к самому волшебному событию. Через неделю нас ждет крупный фестиваль снежных открыток на Байкале. Третий год подряд парк отель «Камуткан» приглашает гостей со всех регионов, чтобы нарисовать на льду Байкала картинки в память о дедушке Валере. В глухом дворнике из Амурской области. История о том, как он рисовал во дворе снегом, тронула сердца тысяч людей. И сейчас это превратилось в ежегодную добрую традицию. 17 февраля – село Максимиха, парк отель «Камуткан». Мы со съемочной группой тоже там будем. Возрастное ограничение – 6+. Ну вот и все, друзья. Смотрите АТВ, выигрывайте билеты и кайфуйте вместе с нами. Это была афиша на АТВ. Кирилл Мешков. Увидимся в эфире. На этом сегодня все. Больше новостей в соцсетях АТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. С вами была Дарья Белева. Всего хорошего. Увидимся в эфире. Мы «Улан-Дэ Стальмост» приглашаем в наш большой и дружный коллектив активных, перспективных и ответственных сотрудников. Мы предлагаем вам официальное трудоустройство, нормированный рабочий график. А также конкурентную заработную плату, программы профессиональной передподготовки, повышение квалификации и наставничества. Организацию проезда в трех направлениях на дежурном автобусе. Предоставляем дополнительный отпуск в зависимости от условий труда и страхования всех наших сотрудников. А также приглашаем студентов для прохождения практики на предприятии.